Приветствую вас, и дело в том, что мужчина, который является на сегодняшний день вашим мужем, ведет себя так же не очень хорошо, не очень добросазвестно, не очень порядочно. Его поведение напоминает шантаж. Почему? Потому это, когда он говорит, что как бы угрожает вам, если вы не оставите ребенка, он разведется. Естественно, подобное отношение, подобное поведение, оно вызывает у вас недоверие по отношению к мужу, оно вызывает у вас настороженность. И вам неприятно, что он так себя ведет. Это, естественно, негативно сказывается на вашем отношении к нему. И поэтому в данном случае раздражение, реакция нормальная. И действительно вы не хотите принимать мужчину, потому что он настроен по отношению к вам, ну, не совсем, скажем так, искренне. И в этой ситуации, особенно в контексте того, что вы написали, написали ниже, хочется ответить, хочется сказать, что вам именно в силу родительского сценария, именно в силу того, что ваша мама и бабушка достаточно негативно относились к мужчинам, их отношение, оно связано с тем, что они считают мужчин ниже. Они считают мужчин ниже себя. И понимаете, вот эту позицию нужно менять. То есть переставать, как вы вот сами признавались, смотреть на своего мужа глазами родителей, глазами вашей мамы, и в большей степени стараться отдавать предпочтения, наверное, все-таки свои собственные взгляды. Для этого вам необходимо в первую очередь в лучшей степени осознать, почему мама и бабушка ведут себя с вами подобным образом, что заставляет их или заставляло так себя вести, раскрыть причины их поведения. Более точно, более превентивно рассмотреть мотивы их действия, мотивы их поведения, потому что когда человек считает, что другой в чем-то хуже, в данном случае лишь идет про мужчин, на это есть основания. И эти основания идут из личного жизненного опыта людей, в данном случае вашей мамы и бабушки. Соответственно, этот опыт, в частности опыт вашей мамы, вам необходимо пересмотреть, разобрать, чтобы понять, почему ваша мама сделала именно такой вывод из того опыта, из тех ситуаций, которые ей встречали. И это поможет вам лучше понять вашу маму, лучше понять причины того, что ей двигало, когда она негативно относилась и к своему мужчине, и к мужчине вашему. Понимание этих причин, понимание этих причинно-следственных связей, поможет вам, как бы, отграничить себя от своей мамы. Более ясно понимать, что у вас есть свое видение ситуации, у вас есть свое представление о том, какими должны быть отношения с мужчиной, и вот этого придерживаться. Возможно, имеет смысл пересмотреть ваше поведение как женщины, то есть что-то поменять именно в данной части своего поведения, чтобы предоставлять большую ценность и привлекательность для своего мужа. Возможно, быть более мягче, возможно, желание охотнее идти на уступки, возможно, что-то еще. Вы пишете, что у вас не осталось времени на раздумья, и я вас очень хорошо понимаю. А давайте мы сейчас подумаем вот о чем. Вы готовы в течение ближайшего времени пересмотреть то, о чем я вам не сказал? Готовы ли вы работать над собой и что-то менять в своей жизни? Если да, то этим стоит заняться как можно быстрее, либо вам самостоятельно, либо с помощью специалиста, которого вы выберете на сайте. Но, тем не менее, если вы выберете этот вариант, то ему необходимо следовать уже неукоснительно. Тогда получается, что вы оставляете ребенка. И оставлять, собственно говоря, малыша нужно в том случае, если вы испытываете какие-то чувства к вашему мужу и знаете, что муж испытывает их же к вам. Но, определенные проблемы в ваших отношениях, определенные недоговоренности, определенные обиды, определенные негативные моменты мешают вам выстраивать нормальные отношения. И тогда, работая над собой, работая над отношениями с мужем, над пониманием своей мамы, своей бабушки, анализируя их жизнь, вы способны изменить свое будущее с мужем и не только сохранить отношения с ним, но и сделать их лучше, искреннее, ближе и так далее. Если на эту работу вы не готовы, или считаете, что не успеете, или думаете, что у вас не получится, то, естественно, ребенка лучше не оставлять, потому что в противном случае ему действительно будет тяжело, как вы правильно это заметили. И чтобы избежать страданий невинного человека, лучше все-таки, если вы, наверное, его не будете оставлять. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, связанный с тем, откуда раздражение, хочется сказать, что вы, имея за своими плечами настоящий опыт и настоящее понимание его, а также оперируя определенными фактами, ценностями, ориентирами, вы считаете своего мужа в большей степени предателем, чем ваших соратников. И вы опасаетесь его. Вы опасаетесь того, насколько этот человек способен причинить вам боль и сделать вас еще более зависимым от него. Но если вы пишете, что мужчину вашего мама и бабочка также выживали, то его поведение становится более-менее понятным и более или менее обусловленным его жизнью, и, вероятно, вам требует пересмотреть еще и это. То есть помочь вашему мужу лучше понять и вас, и бабочку, и маму. И тогда уже, когда у вас будут все карты открыты, тогда вы можете принять решение, будет ли у вас что-то общее, будет ли у вас будущее с ним или нет. Пока что, я думаю, вы слишком сильно искажаете реальность как свою, как своих отношений с мужем, так и реальность своих отношений с мамой и бабочкой. Еще вопрос, который я хотел разобрать, это, значит, первый ребенок в плане финансового обеспечения семьи. Значит, на мужа нельзя было положиться, со временем добились своего мамы и бабочка. У вас есть обиды на вашего супруга, и эти обиды, конечно же, тоже мешают вам воспринимать его хорошо, искренне, правильно, объективно. Соответственно, данную ситуацию тоже необходимо разобрать для того, чтобы максимально полно увидеть ситуацию и принять решение адекватное данному течению обстоятельств. То есть, вы как бы задаете вопрос, откуда раздражение, и на этот вопрос вам был дан ответ. Да, действительно, это не гормональная реакция. Говоря о решении вашей проблемы в глобальном смысле, стоит отметить, что сперва пройдет пронаводка детско-родительских отношений вообще. Понимание поведения вашей мамы, вашей бабочки. Далее переоценка ваших ценностей, ваших стремлений и идеалов женского поведения уже по вашей оценке. И после этого пересмотр отношений с мужем. Если все вот это, ну скажем так, вы осуществите, то тогда есть большая вероятность, что отношения с мужем вы сможете сохранить. Или, по крайней мере, свой следующий брак вы будете строить уже более успешно, более искренне на других совершенно началах, не таких, как сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Или, по крайней мере, отбnymi в режиме Oprah Wałęвова.